колхоз с ними губу ой какая она липкая петров села смотрите что теперь стачка не передать эти ощущения эдуард кисточкой здесь вот так вот чисел ребят вы можете купить жигуль в хорошем состоянии смотрите мужик что делаешь потому новый механик который сломал мне опять жигу что наконец-то я смонтировал видео жигулях ноги на разождаюсь поэтому жду вашего лайка комментария под видео ты тоже не забывай старый там комментарий поставьте лайк да еще уже готов заводить готов молодец не бой красава всем приятного просмотра отлично настроить этот автомобиль для меня не просто кусок железа мой отец годами ждал в очереди чтобы купить себе вас 2106 белую ласточку которая прослужила нам верой и правдой многие годы после нее у меня остались только позитивные эмоции и вот недавно я смог себе позволить как недавно полтора года назад смотрите кстати достопримечательность старого города я смог себе купить вас 2103 если ваши финансы поют романса вы не можете себе позволить ламбу бэху или какую-то любую крутую тачку просто покупайте жигу и принимальных вложениях вы получите машину которая не оставит равнодушим никого начиная от ценителей классики заканчивая хейтерами которые будут кричать зачем ты вбухал столько денег в это ведро кому-то она нравится у кого-то воспоминания детства кому-то она не нравится думают что это за таз представляю вашему вниманию вас 2103 синяя ласточка я Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давайте в комментариях оцените тачку от 1 до 10 Посмотрим, что получится Как вы считаете, это колхоз или все-таки все так чики-брики, все хорошо выглядит, все красиво Потому что в предыдущем видео в комментариях мне писали Колхоз, сними губу, сними решетки Но мнение разделилось Многие писали, как круто, что губа есть, она придает вот этого эффекта Что задние решеточки есть Да, ребят, подписывайтесь на канал Независимый Режиссер Скажем ему огромное спасибо За такие крутые съемки Давайте немного перенесемся в прошлое И посмотрим, что мы делали с этой ласточкой Перед тем, как она стала такой шикарной В предыдущих видео вы можете посмотреть, как мы за ним ездили Как мы его покупали, первые эмоции и так далее Что же происходит сегодня? Смотрите, я его загнал к своему другу-маляру Он снял все вот эти молдинги, зачистил все места Такие косячные Потому что машина была покрашена довольно плохо И она не была покрыта лаком Сейчас что мы делаем? Обрабатываем вот эти места Специальным грунтом Реактивным каким-то, я не знаю, каким-то крутым грунтом Далее красим ее Кроме крыши Крыша будет отклеиваться Потому что если красить крышу, то это довольно геморно Получается, там снимать вот эти нужно накладочки хромовые А хром нужно беречь, как вы знаете Хром для Жигуля, это большая редкость Блин, что не упал Потом ее покрываем лаком Я везу ее на полировку Обрабатываю керамикой Меняем пружины, немного занижаем Ищем диски на эту тачку Ждем лета и катаемся на ней Так, все, я парням оставляю машину Они забирают тачку Я беру вот эти решетки Кофе, что еще А телефон забираю Они делают занижение И все по мере возможности Субтитры сделал DimaTorzok Что я сделал Это отогнал тачку на обклейку в Riga Customs Они мне наклеили вот такую громадную наклейку Riga Customs Плюс не наклеили вот эти бока Которые я хотел изначально Но сделали тачку крутой Они порезали пружины И просто посадили ее жестко Вот здесь все находится Рабочий процесс Вот Бэху клеят Все, привет Че вам? По красоте Ну вот до молдинга Да Но она тут вообще никак не хочет Вот здесь держаться Ну видите, сказали, что крыша неровная была Ну как по мне все супер И перламутр, как я хотел Перламутр офигенный Ой, какая она липкая Как липучка Вот так вот И типа чуть-чуть трет вот все время Неприятно Вот мне интересно Если Петров сзади сядет Будет пиз... Нет, не будет Петров села Смотрите, что теперь с тачкой Она вообще просто села Села жестко Посмотрите Я думаю, что-то вообще Посмотри Охренеть Охренеть Знаете что? Мне кажется, что после Петрова Тачка стала намного ниже Или вот знаете, она стоит И становится ниже 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 А вчера там подъехали на одну тусовку И ребята вообще охренели Говорят, это реально стенс Но кто-то говорит, что это колхоз А еще я уважаю Жигуль за то, что он заводится с полуоборота Смотрите О! Машина-зверь Проблема была в том, что задние колеса цеплялись за арки Хотя их прокатали Валил дым Тачка цеплялась Невозможно было ехать Мне пришлось купить две пружины Задние новые Комплект стоил где-то 80 евро Сзади один виток Спереди два витка порезают Красные пружины от Нивы Самая балдежная Это сейчас переезжать в переезд Лежачих полицейских Тачка пипец, как трясется Ну это весело, забавно Наверное, вам не передать эти ощущения Сука, как она трясется, забавно Вот примерно так со всей стабилизацией это все выглядит Ребят, вот Эдуард Здорово, бро Сейчас будем загонять тачку Он будет ее полировать Правда, не знаю, нужно ли это делать или не нужно Но он отличный мастер Кстати, ссылочки на него Контакты я оставлю в описании Звоните ему, говорите, от Хантера Смотрите, вон он стоит Так, вот он Офигеть, как блестит Обалденно Я видел, как Эдуард кисточкой здесь вот так вот чистил все это Все вычищал Двигатель почистил Я вам сейчас все не буду показывать А, как пахнет Так, главное Ой, салончик такой чистый Обалдеть Вообще круто Сейчас движок вам покажу еще Реально круто Смотрите, кожа как новая Ты, наверное, сам хочешь эту тачку, да? О, тебе режут точно Оооо Как все четенько Посмотри Четенько Посмотри, посмотри Кто-то из вас вообще помнит, какая она была? Тут реально все чисто Офигенно Ну вы же знаете, что Джон мне хреново покрасил Поэтому вот вы видите Немного такие косички Но она блестит Она в керамике Очень охуенная Ой, ебка твоя А когда переезжаешь через переезд Это отдельный такой аттракцион получается А это же стендс, пацаны Забрав тачку с полировки Я ее снова отдал в Рига Кастомс И тогда мы уже наклеили вот эти шикарные узоры Мы нормально тачку занизили Наклеили всякие наклеечки И она стала очень крутой Небольшой минус вот этих всех розочек Которые я заказал На дверях Переключатель скоростей Цвет немного потускнел Изначально было все намного ярче Осталось мне еще руль Оплеткой сделать Вообще тут можно делать и делать И делать А так в общем Ну Жига просто по кайфу А смотрите какое красивое место Там в инстаграме фоточку выложу Давайте подведем немножко итоги всего этого Сколько я потратил на эту машину Сама машина стоила 2000 евро Сейчас все таки Оооо 2000 евро Это же космос братан Ну скажем так конечно Что это не дешево Не забывайте что мы живем в Европе У нас немножко другие цены Эта машина Это история Она была в очень хорошем состоянии Скажем так не в идеальном Посмотрите потолки Панель Она вся перекрашивалась Обрабатывалась антикоррозийкой Хотя коррозия уже дает о себе знать Сзади В заднем крыле Снизу И еще пару местах Я вот не знаю Куда бы мне ее поставить на зиму Нужно гараж будет найти Самое дорогое Что я сюда купил Это были диски Диски я купил за 500 евро У Джека Репа Ссылочку у него Оставлю в описании Поклеили крышу Белый перламутр Это мне обошлось Не хочу соврать Где-то в 100 евро Что ли Вот эти все финтиклюшки Розочки Розочки на двери Обмоточка руля Это все стоило довольно недорого Пружины мне стоили 80 Плюс еще один комплект Так как пришлось Поменять пружины 120 евро Оба на, блин Ну так по мелочи А, машину я перекрашивал уже Да Ну и покрасили так себе Ребят Ребят Вы можете купить Жигуль в хорошем состоянии Поставить хорошие катки Покрасить его сами Отполировать Можете Не делать столько всего Сколько сделал я Все это можно В принципе Сделать самому У меня просто На это нет времени Поэтому смотрите Покупайте Жигуль По минимуму В хорошем состоянии Ставите Хорошие катки Режете Стоковые пружины Вот вам и супер тачка Нет? Друзья На этом наша история С Жигулем Не заканчивается Мы будем делать реакции Я буду таксовать на ней Короче Что-нибудь придумаем Интересное Годное Вы главное Поддержите видос Там Вообще спасибо Что вы так Поддержите меня Мне очень приятно Всем отличного дня Отличного настроения Бодрячком Всем спасибо Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok